Он ездит на недорогом авто и живет на одну зарплату. Об этом свидетельствует декларация судья Галлицкого райсуда Львова Виталия Радченко. Но вот активисты подозревают, есть у служителя Фемиды и неучтенные активы. Так чем же он владеет и почему его прошлогодние решения выбили на акцию протеста волонтеров? Обо всем этом в материале наших корреспондентов. Виталий Радченко, судья Галлицкого райсуда Львова. Личность в городе не особо известная. Рассматривает гражданские, уголовные и админ дела. И судя по декларации живет на одну зарплату, а ездит на неприметной для судьи машине Hyundai Tucson 2011 года. Известно также, что живет Радченко в арендованной квартире площадью 70 квадратов. Своей во Львове не имеет. А еще в собственности у него земля 180 соток, которую он купил в 2014 за 293 тысячи гривен в селе Ямельня Явровского района. Вот только о никаком Радченко здесь никто не слышал. Прославился судья в прошлом году. Тогда он рассматривал дело о автомобилях, которые волонтеры завозили в Украину как гуманитарную помощь, а потом переправляли в зону АТО. Одну из таких машин волонтеры купили в прошлом году в Польше. Перекрасили в цвет хаки и передали военным. Вот зупинка пески. Там дальше табличка Донет. Позиция неба уже не действующая, потому что попала под очень серьезный платный обстрел. Когда волонтеры вернулись из АТО, то очень удивились. Они должны были заплатить 9 тысяч гривен штрафа за то, что ввезли внедорожник, не растаможив его. С таким иском в суд обратились сами таможенники. И судья Радченко его удовлетворил. Тогда активисты выходили на акцию к Галецкому райсуду Львова. Чтобы доказать свою правоту, активисты принесли все необходимые документы, фотографии, видеозаписи. Но судья штраф все же не отменил. И таких решений принял не одно, говорят волонтеры. Интересно, что во Львове Радченко живет не так давно. Переехал в 2014 из Донецкой области. Там опять же, судя по декларации, у него тоже остался земельный участок на 9 соток с домом и гаражом на несколько машин. У жены Виталия Радченко, она кстати тоже судья Сиховского райсуда, есть в собственности ценные бумаги. Это акции компании Крымгаз, которую она получила в 99-м. Есть и недвижимость, квартира в Алуште. Мы отправили запрос в госгеокадастер, чтобы узнать, действительно ли семья Радченко владеет здесь имуществом. Ответить нам пообещали завтра. Виктор Ткачук, Ольга Иванченко, Вячеслав Никифорова. Подробности телеканал Интер. Львов.